Актуальные проблемы лучевой диагностики, простые решения сложных задач. Этой теме посвятили Международную научную конференцию радиологов. Форум этого года отличается своей масштабностью. С докладами, презентациями и лекциями выступили эксперты из 16 стран, в том числе представители Европейского и Азиатско-океанского общества радиологов. Зельфуза Хакимова с подробностями. Это однофотонно-эмиссионный компьютерный томограф, чем где-то 5-6 лет назад пользовались для выявления различных заболеваний в нуклеарной медицине. А это уже однофотонно-эмиссионный компьютерный гибридный томограф нового поколения. Ведь медицина не стоит на одном месте. Все актуальные вопросы радиологии будут обсуждаться в рамках конференции, который охватил в себя около 300 специалистов со всего мира. Точный диагноз, поставленный радиологами, гарантирует 50% правильного лечения пациента. На конференции мы познакомились и наладили связи со многими опытными зарубежными специалистами. Это станет основой для повышения нашей квалификации. Я работаю в отделении нуклеарной медицины Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эндокринологии. В последние годы, благодаря оснащению нашего центра новейшим диагностическим оборудованием, мы имеем возможность на ранней стадии выявлять многие виды онкологических заболеваний. В ближайшее время мы планируем запустить радионуклидные методы лечения нейроэндокринных опухолей. Государством создаются современные условия не только для пациентов, но и для нас, врачей. Нам, в свою очередь, необходимо повышать свои знания в рамках таких конференций. В повестку дня включены пленарные и секционные заседания, форум молодых учёных-радиологов, заслушаны свыше 100 докладов, лекций и презентаций клинических наблюдений по различным областям радиологии. Здесь очень большая секция посвящена онкологии. Вот сейчас только что была лекция из Малайзии по диагностике рака молочной железы. Приехали известные российские специалисты, которые занимаются онкологией. У меня будет два доклада. У меня достаточно большой доклад о новых направлениях в диагностике болезни сердца и сосудов с помощью компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии. Я могу сказать, что титул этой конференции очень интересный. Я уже больше, чем 50 лет работаю в радиологии, но я вам могу сказать, такой интересный титул до сегодня я не видел. Вопросы в медицине сегодня очень важные, очень многие. Там огромное число сегодня технических возможностей решений, но нам нужно для этого тоже понять медицину как область, где, возможно, очень много хорошего сделать. По итогам конференции приняты практические рекомендации по повышению научного и образовательного потенциала в области радиологии к дальнейшему развитию международного сотрудничества в данной отрасли. Тезисы выступлений и научные статьи по тематике сессий будут опубликованы в специальном сборнике. Продолжение следует...